Владимир Дразнин представитель династии врачей. Рассказывает, доктором хотел стать еще с детства. Тогда мама служила военным врачом и отправилась на фронт. Сам Владимир в профессии уже почти полвека. Любовью к своему делу заразил и детей. Все это время трудится в одном месте областной больницы имени Симашко, реаниматологом. Ежедневно сражается за человеческую жизнь. Когда начинал эта специальность, только зарождалась. Владимир Дразнин всегда старался внести что-то новое, а главное спасти как можно больше людей. За это и удостоился почетного звания заслуженный врач Российской Федерации. Моя специальность заведующего анестезиологии и реаниматологии, где я каждый день сталкиваюсь с жизнью и смертью, позволила мне еще больше, глубже. Любить людей, любить свою профессию, гордиться своими достижениями. Еще одной обладательницей государственной награды стала Елена Крафт. Хрупкая девушка выбрала несвойственное для прекрасного пола дело. Работает инженером, конструктором и заботится о тепловом режиме космических машин. В профессии уже 16 лет. Приходилось бывать и на космодромах, наблюдать за запусками ракет. И страх, потому что когда ракета стартует, КП, она отрывается, море переживаний, как она отработает. Ну, конечно, когда все такое, когда полностью миссия будет выполнена, ракета отработала, вывела блок разгонный, потом уже на орбите аппарат летает, ужасная связь. Ну, тогда уже радость большая. Медаль за заслуги в освоении космоса получили трое сотрудников предприятия. Генерального директора Дмитрия Баранова тоже отметили. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. На прогрессии ответственно подходят кадровые политики. Для предприятия важно привлекать молодежь. И потому вскоре здесь планируют повысить зарплаты, признается гендиректор. У нас действуют многочисленные программы по обучению. Мы участники постоянной WorldSkills. И, значит, занимали призовые места неоднократно. То есть, эта вся политика, она будет продолжаться. И по привлечению молодежи у нас тоже мы много работаем. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что все 48 человек, которые получили госнаграды, лидеры в своих отраслях. Во многом от них зависит развитие региона, а также реализация национальных проектов. Губернатор отметил, в этом году перед регионом стояло много важных задач, которые необходимо было выполнить в короткие сроки. Область успешно со всем справилась во многом благодаря профессионалам, трудящимся на Самарской земле. На следующий год планы еще более амбициозны, но с такой командой сомнений в их реализации нет. Мария Левина, Константин Головин. События.